В Томилине или в Томилино склоняются литопонимы, которые заканчиваются на ОВА, ЕВА, ИНА, ИНА. В последнее время все чаще слышна несклоняемая форма, а между тем филологи и журналисты упорно продолжают склонять. Режет слух, возмущаются одни, так и нужно, говорят другие. Так как все-таки правильно? В этом непростом вопросе разбиралась Яна Яковлева. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где вы живете? В Томилино. А вы? Ну, в Быково. Как правильно говорить, в Томилине или в Томилино? В Томилино, я так считаю. В Томилино и в Красково. А почему вот все так говорят? Ну, потому что просто, ну, не склоняются. А ваши знакомые как говорят? По-моему, тоже Томилино. Мне кажется, все говорят в Томилино. Хотя вот я видела надпись, мы живем в Томилине. Меня, честно говоря, это удивило, но я не буду спорить, может быть, оно так и надо. У нас такая там бегущая дорожка идет, вот на перекрестке. Там написано, мы живем в Томилино. Склонять или не склонять – название населенных пунктов, которые заканчиваются на Ина, Ина, Ова, Йова. Анна Ахматова, например, склоняла. А сегодня в народе почти никто не склоняет. Вот даже на памятниках пишут так. Действительно, если оглянуться в том же поселке Томилино по сторонам, почти везде используют несклоняемую форму. Даже известный скульптор Александр Рожников, который создал композицию «Белка и стрелка», все же написал на ней «Мы живем в Томилино, не склоняя». Все же у нас прослеживается в историческом процессе. И если правильно и в Томилино, и в Томилине, а люди в большинстве с вами говорят «Томилино», так почему не уважать мнение людей, которые к этому уже привыкли? И дети их привыкли, и сейчас внуки их привыкают, потому что в семье так говорят. А вот если зайти в библиотеку и открыть книгу, к примеру, Лермонтова, то можно прочесть «Недаром помнит вся Россия» про «День Бородина» склоняется. В прошлые века писатели Ахматова-Белов крайне негодовали, услышав, что кто-то не склоняет топонимы. Все изменилось, объяснили нам языковеды из военных. Создавались топографические карты и разрабатывались по ним планы. И были похожие названия «Егорьевская» и «Егорьевская» в предложенных падежах. Слова звучали абсолютно одинаково. Чтобы не было путаницы географа и военные, такие названия решили не склонять. Но стало ли это нормой русского языка? Если честно, по строгим литературным нормам все-таки лучше в Томилине, потому что исконно русские слова «Ова», «Ева», «Йова», «Ыва», «Ина» должны склоняться. Можно привести пример. Ходят ли автобусы в Томилино или в Томилине? Получается разный смысл. Если слово «не склонять», то идут автобусы от точки А до Томилина или ходят ли по самому Томилина автобусы? Склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме, пишут и на портале «Грамота.ру» под редакцией кандидата филологических наук Пахомова. Конечно, русский язык изменяется вместе с нашей жизнью. И даже в некоторых учебниках стали разрешать использовать оба варианта. Однако несклоняемый скорее ближе к разговорной речи считают филологи. А стоит стремиться сохранить русский язык в его классических формах. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.